Такого учебного года не было еще никогда, как собственно и очень многое сегодня происходит впервые. Как завершается образовательный процесс, что будет с вступительной кампанией? Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью-24» с исполняющей обязанностью ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Андрея Фололеева. Андрей Павлович, здравствуйте. Добрый день. Как я уже сказала, очень многое в этом году впервые. Что абсолютно точно коронавирус положительного дал образовательному процессу, в том числе КФО? Ну такой бешеный стресс-тест для системы образования всего мира, ну России и Крыма в частности, для Крымского федерального университета по сути позволил вот этот тест для всех преподавателей сделать такой интенсивный образовательный марш-бросок с точки зрения технологий, информационных технологий. Все преподаватели прям засияли по-другому. Вот признаюсь честно, мы проводим регулярно раз в неделю, то есть каждую неделю мы проводим смотр лучших практик, заявляются преподаватели, мы делаем ролики, и голосование в социальной сети, кто за кого голосует. Конечно, там есть там академии, поддерживают друг друга, но не важно. Главное, что каждую неделю пять роликов выставляется на голосование, и мы видим, что не только те, которые выставляются, а и те, которые все остальные, они же в сети, их видео смотрится, это не то, что он заходит в аудиторию и его видит только там 300 человек или 200 человек. Видят все, его можно записать, они по-другому стали относиться. То есть количество посещений резко выросло в занятиях, да? Стали относиться по-другому. Посещение, да, действительно выросло, и мы отметили, даже делали статистику, по каждому направлению более 10% посещаемости. Возможно, им просто некуда было деваться в этот момент, так все было самоизолировано. Вы регулярно, каждую неделю записываете видеообращения для преподавателей и для студентов. Для чего это и какая обратная связь? Ну, вначале, безусловно, надо было в информационное поле всех погрузить, потому что события менялись столь динамично, там объявлялись нерабочие дни, все не понимали, как выходить на следующий день. То есть нужна была эмоциональная связь. Понятно, что мы закрылись все, сидели, дистанцировались, но нужна была и преподавателям, и студентам эмоциональная все время обратная связь для того, чтобы они чувствовали, что они вовлечены в единое сообщество. И вот эту роль выполнила, во-первых, социальная сеть, в которой мы развернули ситуационный центр студенческий. Второе, эти видеообращения и общение в формате под этими обращениями, соответственно, общение напрямую с ректором. И, по сути, мы перестроили модель университета, теперь вот эта вертикальная связь от студента до ректора, она без посредников, напрямую. Студент может напрямую это написать в личку ректору, сказать, вот у меня такая проблема. Это все останется, когда жизнь войдет в привычное для нас русло? Да, я считаю, что вот такую студента, центрированную модель университета, мы попытаемся построить и после того, как закончится коронавирус. Я считаю, что это один из позитивных элементов, мы наладили, несмотря на, то есть в отсутствии прямого контакта, мы наладили совершенно новую модель вертикальных связей. Наталья Павлович, неделя прошла с того момента, как глава республики подписала указ о создании аналитического центра по изучению коронавируса на базе КФУ. Что это значит для Крыма, что это значит для конкретно вашего вуза и есть ли такие еще в стране аналоги? Ну, здесь я скажу, откуда пошла инициатива, что мы инициировали создание такого центра, потому что считаем, что мобилизационный сценарий борьбы с коронавирусом, он показал, что он может. Военные показали, что они могут строить госпитали, губернаторы и власть показали, что она может ограничивать. Это действительно снижает распространяемость, но в то же время там страдает экономика, как мы сейчас выяснили. Но самое главное показали, что вирус-то мы не знаем, он новый совершенно, и мы применяем методы борьбы с химическими технологиями применительно к вирусу. Мы там дороги брызгаем обеззараживающими средствами, то есть наберем методичку старую и применяем к новому. Не все эффективно, порой вы наверняка видите, что меняется понимание, допустим, ИВЛ говорят уже может и не надо. И вот то, что неизученность вируса, неизученность соперника, если мы говорим о войне, то требует больше вовлечения ученых. И здесь, мне кажется, Россия сейчас проигрывает очень сильно, потому что, да, президент демонстрирует, что он общается с вирусологами, но, тем не менее, нужно большое количество групп и лабораторий, которые работают по изучению механизмов распространения, механизмов борьбы с ним. Дальше, как долго там он живет, этот вирус, каким образом иммунитет вырабатывается. То есть для этого нужно не только время, а еще и большое количество научных групп и оборудования, которое будет работать параллельно. В этой во всей борьбе что может дать КФУ, что может дать научное сообщество Крыма? Ну вот региональный аналитический центр, по нашей информации, мы создали первыми в регионах. Да, в стране. Федеральный такой, межведомственный, он был создан. Ну то есть институты, которые специализировались, возможно, те, которые как раз президенту подсказывали, они раз в неделю заседает такой аналитический центр. Мы сейчас выстраиваем вот эту взаимосвязь для того, чтобы регионы смогли масштабировать какой-то свой опыт. Потому что одно дело общее на всю страну повестка, а другое дело все-таки, как это масштабируется или как развивается в регионах. Вы это делаете в повестке Крыма? Да, это повестки Крыма. И мы включили в аналитический центр. Там два направления. Медицинские эксперты в медицине и эксперты в экономике. И вот в чем сейчас мы уже поняли особенность, что они каждый сам по себе эксперты в своей отрасли. Но взаимодействие, то есть экономика не считает с точки зрения медицинских мер. Даже у них критериев нет, показателей. Поэтому сейчас мы начинаем вырабатывать методику, по которой мы могли бы делать еженедельный отчет, на основании которого можно было бы принимать решение, возможно, упрощать процедуру. Потому что сейчас, вы видите, многие вещи зарегламентированы. Только потому, что это такие вот структуры командные, им проще в таком режиме работать. Они так созданы для того, чтобы работать. Допустим, Роспотребнадзор, он руководствуется методическим указанием, которое ему спущено сверху. Но это методическое указание разработано не для коронавируса, а оно постоянно динамично изменяется. Вот изменять его должны ученые регулярно, подтверждая или опровергая какие-то механизмы сложные. Ситуация, в которую мы сейчас все попали, создание аналитического центра, говорит о том, что это новая для нас ситуация? Такого раньше не было? Или мы стали по-другому реагировать на эти вызовы? Вы про аналитический центр сейчас? На самом деле, аналитический центр — это такой классический механизм борьбы с кризисом. То есть в кризисе, в управлении кризисом, прежде всего, вы должны создать оперативный штаб, он создан. Дальше должен быть создан аналитический центр, который готовит для оперативного штаба, просчитывает различные сценарии. Дальше должны быть краткосрочные или оперативные задачи, краткосрочные, долгосрочные, стратегические. Вот это и дальше не... То есть кризис с точки зрения, что старыми инструментами решить новую задачу нельзя. Вот в этом смысле кризис. Кризис управления. Как может облегчить работа, результаты и те выводы, которым вы придете, аналитического центра в нашей сегодняшней повседневной жизни? На мой взгляд, самое понятное объяснение, как мы себе объясняем нашу пользу, что если отрасль страдает от того, что она не может начать работать, например, на 4 миллиарда будет падение. Если мы предложим какие-то варианты, например, создание новых лабораторий по тестированию нового объема, которые позволят при заезде тестировать, при выходе на завтрак вас все время тестируют, не допускают к завтраку, если вы не прошли тест условно. Или же создание в регионе строительства. Если на 4 миллиарда вы терете убытки, вы лучше, может быть, вложитесь в миллиардную клинику, которую строите в регионе, и тогда вас компенсируются все остальные затраты. Вы мощность здравоохранения региона тогда вытаскиваете. То есть вот эти сценарии, я считаю, что наш аналитический центр должен просчитывать. Мы сейчас разрабатываем методику, по которой было бы удобно. Конечно, она тоже будет динамично изменяться. Когда мы говорим о науке, у всех сразу есть представление о том, что это будет очень долгосрочно, разрабатываем, применяем, внедряем. Как вы видите, насколько это быстро можно внедрить в нашу жизнь и, не знаю, спасти уже вот этот курортный сезон? Ну, вот этот ваш, скажем так, негативный элемент науки, он существует, присутствует, безусловно, очень долго для того, чтобы подтвердить исследование. Ну, по объективным причинам, конечно. Да, это спланировать эксперимент, дальше его построить. Это, в целом, проблема, наверное, управления всей наукой. Существует даже такая поговорка, что если вы выиграли грант, то, в общем, вы можете бросить им, он уже неинтересен. То есть, если вы выиграли, значит, он уже заслуженно, все вокруг знают о его актуальности, но, по сути, надо уже заниматься чем-то другим. Поэтому всегда идет с запозданием. Что касается здесь, вот мы пытаемся сделать динамичную такую вот модель работы аналитического центра. Понимаем, что через год-то никому будет не надо уже решить задачу государства. Это правда, да. Ресурсов хватает у республиканского аналитического центра? Вы, там работает только ученый-преподаватель или, например, студенты, лаборанты? И студенты, и лаборанты. Университет вообще элемент, такая система для обучения, образовательного процесса. Поэтому, я надеюсь, те, которые абитуриенты тоже будут поступать, они будут расти тоже на практической деятельности. Это самое главное, конечно. Но вот здесь я признателен Сергею Валерьевичу, потому что, несмотря на те ограничения, которые дает там вот эти вот методические указания, он, понимая необходимость, говорит, давайте создаем, а дальше нам нужен доступ к реальным больным коронавирусам, которые уже лечатся в республике. Это тоже к материалу этому, для того, чтобы мы могли проводить реальные научные исследования. Потому что по лабораторному оборудованию, аналитическому, Крымский федеральный университет ну, очень в хорошем состоянии сейчас. То есть у нас была программа развития, и мы именно в это направление вложились. Андрей Павлович, не могу не спросить, потому что я думаю, что наши телезрители очень ждут этих ответов. Как эта вся ситуация повлияет на вступительную кампанию, на абитуриентов? По какой схеме будете развиваться? Как можно будет подавать документы, завать экзамены? Ну, коротко, если тезисно, то весь мир не знает, каким образом правильно сделать систему поступлений, чувствует, что пострадает. Дальше вы видите, что у ребят переносили ЕГЭ, и они никак не могли определиться со сроками. Благо сейчас президент сказал, когда это будет, начало 29 июня. То есть уже определены сроки, и 1 сентября мы, по идее, должны уже завершить процесс и начать учебный процесс следующего года. Ребята подают дистанционно. Существует электронная платформа, которую сделал университет, разработал, либо по электронной почте. Вот два типа подачи документов. Дальше, естественно, им надо выбрать направления. Также они могут выбрать несколько вузов в стране и несколько направлений в университете. Сколько максимум может выбрать абитуриент? Три вуза. Нет, три направления он может выбрать внутри. Поэтому он должен выбрать и определиться с этими направлениями. Конечно, его будет сдерживать ЕГЭ, набор ЕГЭ, который он выбрал до этого, который он сдаст. У нас те, кто оканчивает в этом году колледжи, они немножко в другой ситуации. Они могут сдавать экзамены, не ЕГЭ выбирать, а могут сдавать экзамены, которые университет сам проводит. То есть КФУ проводит еще дистанционное тестирование тех ребят, которые окончили колледж. Для них, я бы сказал, более благополучная ситуация, потому что мы понимали, у нас есть система, платформа, мы ее разработали, наполнили вопросами. Такая же история будет для иностранных студентов. Мы тоже проводим на своей платформе тестирование дистанционное. Сколько примерно процентов иностранных студентов хочет учиться в крымских? У нас в настоящий момент, считайте, 2,5 тысячи иностранных студентов относительно. Это порядка, ну, чуть меньше 10 процентов. Это очень большой по относительно российских вузов. И мы увеличиваем этот процент постоянно. И в этом году у нас были большие планы. Прямо целую программу мы делали. Но... ГОСТ, прямо скажем, необычный. Да, необычный. Каким образом сработает, не знаю. Потому что мы на следующий год, на 1 сентября, планируем, возможно, прям два сценария, которые, может быть, параллельно будут. Я уверена, что мы еще не раз встретимся с вами в этой студии, чтобы вы рассказали о том, как вступительная кампания завершилась. Вам удачи, успехов. Ну и, конечно, мы ждем результата ваших работ, чтобы максимально быстро получить пользу от аналитического центра. Вам большое спасибо. Ну и буквально обращаясь к абитуриентам, приходите в КФУ. Вы смотрели интервью 24. Обязательно оставайтесь с нами.